Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Эпидемиологическую ситуацию в регионе медики оценивают как стабильно тяжелую. 285 жителей округа проходят в настоящее время курс лечения от коронавирусной инфекции. Шестеро находятся в реанимации окружной больницы в крайне тяжелом состоянии. На 23 километра станет короче в этом сезоне зимняя дорога на Большую Землю за счет сдачи в эксплуатацию первого участка автомобильной дороги на Ринмар-Усинск. Ниньский округ славится своими мастерицами. В чем они черпают свое вдохновение, расскажем в День рукоделия, который мастера всего мира отмечают 16 ноября. Эпидемиологическая ситуация в Ниньском автономном округе по COVID-19 остается по-прежнему напряженной. В региональном департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения ее оценивают как стабильно тяжелую. В настоящее время лечение от коронавирусной инфекции получают 285 человек. Минувшие сутки добавили в ковидную статистику еще 16 новых случаев заболевания. Амбулаторно на дому лечения получают 237 пациентов, а в стационаре Ниньской окружной больницы – 48. В реанимации находятся 6 человек. По степени тяжести 12 пациентов у нас удовлетворительные, 26 – средне тяжелые, 10 пациентов тяжелые, крайне тяжелые. Из тех пациентов, что у нас находятся в стационаре, 75 – невакцинированных процентов. Реанимация полностью, все пациенты невакцинированы. Среди активных случаев заболевания – наибольшая доля у жителей Наринмара. Регулярно фиксируются так называемые привозные случаи после возвращения жителей округа из-за его пределов. Посты и педконтроля работают в аэропорту Наринмара на посадочных площадках Нижней Пёше, Оми и Неси. Продолжаем регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции в сельских населенных пунктах. У нас сейчас активно начало болеть оксина. Пока карантин на них не накладываем, пока наблюдаем, как они будут у нас выходить, будут новые случаи или нет. В округе продолжается кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В регионе привито порядка 63% взрослого населения. С 16 ноября МФЦ предлагает жителям округа новую услугу. Теперь распечатать бумажный сертификат с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании можно в офисах «Мои документы». Для кого это актуально? Это актуально, в первую очередь, для тех, у кого нет учетной записи на портале госуслуг. Не могу не отметить, что наши жители передовики по всей стране. То есть мы находимся, если не ошибаюсь, в пятерке по количеству граждан, которые зарегистрированы на портале госуслуг. Но, тем не менее, если вдруг кто не зарегистрирован, можно обратиться в офис МФЦ. Также, у кого нет возможности распечатать такой сертификат, или у кого нет, например, смартфона, чтобы сертификат этот предъявить с телефона. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по короткому номеру 122. Совет Думы рассмотрел законопроекты о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий, проезде на транспорте и направил их для обсуждения в регионы, а также в общественную и счетную палаты Совет Федерации. Законопроекты в регионах рассмотрят до 15 декабря, после чего состоится их первое чтение. Первый законопроект о внесении изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля при отсутствии у человека указанных документов для посещения этих объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Еще один законопроект о внесении изменений в статью 107-го Воздушного кодекса Российской Федерации и в устав железнодорожного транспорта Российской Федерации является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках. Текущие вопросы региональной повестки обсудили на оперативном совещании губернатора Нинецкого автономного округа с руководителями органов государственной власти и местного самоуправления в режиме видеоконференц-связи. В Нинецком округе стартовала убойная кампания. Традиционно первыми ее начали оленеводческие хозяйства, Ижимский оленевод, Путь Ильича и Красный Октябрь. Всего в этом сезоне у нас с оленеводческими хозяйствами планируется направить на убой более 43 тысяч голов. На настоящий момент подготовка к убойной кампании и начало убойной кампании в штатном режиме. С МВД организовываем взаимодействие, будем в том числе считать контроль за правопорядком во время проведения убойной кампании. По предварительной информации, Акционерное общество мясопродукты, основной партнер оленеводческих хозяйств, заключило с ними соглашение на поставку оленины в количестве более 600 тонн. Также есть определенные договоренности с другими субъектами Российской Федерации на поставку за пределы округа порядка 300 тонн мяса оленя. Для нас очень важно, чтобы оленеводы были абсолютно уверены, что осуществив забой, они точно сбудут оленину. На совещании также акцентировали внимание на ряде объектов дорожного строительства в регионе. 9 ноября сдан в эксплуатацию второй этап первого участка автомобильной дороги на Ренмар-Усинск. Первый этап также был сдан в этом году. Работы на последнем третьем этапе первого участка завершатся до конца года. Всего протяженность 23 километра и 30 километра. То есть на этот километраж у нас уменьшится зимник на следующий год. То есть уже в этом сезоне при открытии зимника автомобилисты, отправляясь на большую землю, смогут проехать по этому участку дороги. А сам зимник станет короче на 23 километра. Новость хорошая. Также глава региона поинтересовался, когда откроется движение после реконструкции на участке дороги от улицы Ленина до улицы Рыбников. Мы обещали жителям, вместе с вами обещали, о том, что в конце октября эту дорогу закончим. Мы до сих пор ее не закончили. И у меня вопрос, почему она не закончена? У нас контракт был до 30 октября. Подрядчик физические работы до 30 октября выполнил. У него там были ряд замечаний, которые наявские праздники он устранял. На прошлой неделе он подал документы, в том числе госторожилнадзор, для получения заключения о соответствии в ЦСЗ. Сегодня была итоговая проверка. И на завтра планируется выдача заключения о соответствии. И на этой неделе будет подписан акт ввода этой дороги, после чего движение автомобильного транспорта по ней может быть открыто. На этой неделе дорогу передадут муниципалитету, после чего мэрия может открывать ее для движения автомобильного транспорта. Ориентировочно это произойдет 22 ноября. Что касается общественного транспорта, то он пойдет по старой схеме с конечной остановки на улице Ленина с 1 декабря. На совещании также обсудили мероприятие муниципального проекта «Комфортная городская среда». На улице Швецова в рамках этого проекта за счет экономии по торгам на других объектах обустроили общественную территорию. Уложились практически в сроки. Площадку сегодня я ее осматривал. То есть она в хорошем функционале находится. И, как мы с вами и говорили, она будет являться, скажем так, точкой притяжения для микрорайона. Я думаю, не только для микрорайона. Ну и на следующий год будем планировать ее дальнейшее благоустройство. И с тем, чтобы там были и для разных возрастов жителей города различные аттракционы и какие-то упражнения там можно было выполнять. Микрорайон современный, микрорайон новый. Жителей очень много. Рядом прекрасная школа, детский садик. Действительно, не хватает такой замечательной пешеходной зоны, которая дальше бы уходила в сторону лыжероллерной. Поэтому, я думаю, все жители только обрадуются, если этот проект, он найдет свое продолжение. Второй этап, третий этап. В целом получится очень красивый микрорайон. С мэром Нарьенмара глава региона обсудил также планы муниципалитета по новогоднему оформлению окружной столицы. По словам Олега Белака, в этом направлении мэрии запланировано проведение более 30 мероприятий с тем, чтобы придать городу и его жителям новогоднее настроение. Александра Литкова, Алексей Орлов, Антон Водряков, Телеканал «Север». Праздник к нам приходит. 18 ноября стартует прием заявок на конкурс по лучшему новогоднему оформлению. Принять участие могут предприниматели в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Нарьенмара. Конкурс направлен на создание праздничного настроения у жителей города в преддверии рождественских праздников и Нового года путем украшения улиц и общественных мест. Данный конкурс на лучшее новогоднее оформление будет проводиться в два этапа. Первый этап – это прием заявок, который будет осуществляться с 18 ноября по 21 декабря. После приема заявок будет рассмотрение данных заявок, все ли подходят по всем требованиям и параметрам предпринимателей на данный конкурс. Предпринимателям предлагается украсить помещение и прилегающую территорию, где они предоставляют свои услуги на новогоднюю тематику. В оформлении можно использовать любые декоративно-художественные и световые элементы – снежные скульптуры. Особенно высоко будут оцениваться цельные композиции из нескольких элементов соответствующей тематики. Сам конкурс будет проводиться 12 января 2022 года путем выезда данной комиссии на территорию, где предприниматели осуществляют свою деятельность. Заявки на участие принимаются по адресу улица Ленина, дом 12, с понедельника по пятницу в рабочее время. По вопросам проведения конкурса можно проконсультироваться по телефону, который вы видите на своих экранах. Победители будут награждены сувенирной продукцией, благотворительными письмами и грантами в форме субсидии. Будет первое, второе, третье место, которые будут награждаться грантами. Это первое место 50 тысяч, второе – 30 и третье – 20. Гранты предприниматели могут потратить на осуществление видов своей деятельности. Муниципалитет проводит данный конкурс 2013 года. В Ненинском автономном округе стартовал фестиваль «Арктическая волна». На протяжении трех дней для любителей творчества пройдут мастер-классы по написанию музыки, видеосъемки короткого метродокументального кино и основы звукорежиссуры. О первом дне фестиваля расскажем в следующем сюжете. Знакомство с первой темой и бурное обсуждение, каким будет будущий проект. Андрей Вокуев пришел на мастер-класс по написанию музыки целенаправленно. Ведь именно с этим искусством он связан уже достаточно много лет. Вообще я занимаюсь звукорежиссурой, занимаюсь музыкой, пишу, свожу и все, что с этим связано. Вот, я думаю, мастер-класс как-то пополнит мои знания или освежит. В рамках фестиваля в Наринмар приехали профессионалы своего дела и опытные наставники, чтобы передать свой опыт и знания творческой молодежи, что может послужить хорошим толчком для развития сферы культуры. Я думаю, что это очень хорошая идея, это получение знаний, при том бесплатные знания. Поэтому это прекрасно. Посмотрим, как все будет проходить и что бы в конце получил. Идейный вдохновитель фестиваля Сергей Крысанов. Когда-то он сам, проживая в регионе, столкнулся с проблемами развития именно в сфере творчества. Идея пришла у меня в феврале этого года. Вообще, идея давно во мне зародилась, потому что мне всегда казалось, что в Наринмаре не хватает какого-то профессионального навыка ребятам, которые занимаются творческими вообще различными деятельностями. И хотелось... Просто я сам когда-то здесь точно так же начинал заниматься, и я уперся, так сказать, в потолок. И хотелось как раз-таки организовать что-то такое, чтобы более опытные люди, артисты, какие-то мастера, чтобы они могли передать свой опыт людям, чтобы они могли тебя погрузить в это вот состояние более профессиональное. Сейчас для молодежи проходят мастер-классы по трем направлениям. Написание музыки, видеосъемка короткого метра документального кино и основы звукорежиссуры. Все эти занятия напрямую связаны со зданием творческого проекта. Если брать, допустим, кино, которое, да, снимаем, как-то метражный фильм, он будет готов, да, не прям по концу трех дней, но они как раз-таки отснимут полностью материал, который в дальнейшем сделается фильм. Это будет вроде что-то отчета о нашем вот событии, то, как это будет происходить. Сейчас идет активная работа над изучением на каждой из творческих площадок, где каждый из участников получает новый опыт. В будущем Сергей планирует создать целую команду профессионалов из местных творческих ребят, участников фестиваля. Идея вообще продвигать это в течение нескольких лет подряд. Ребят, которых мы сейчас набрали, мы хотим сделать из них такой определенной комьюнити, которая будет со временем как раз-таки с нами работать, работать с моей школой Wild Wave, которую я открываю на базе этого фестиваля «Арктическая волна». И из этих ребят я планирую через 2-3 года сделать полноценных артистов, полноценных профессионалов, которые будут работать в продакшн-сфере вместе с нами, вместе с «Волной», вместе с моей школой и вместе с моей музыкальной командой в том числе. «Арктическая волна» – это фестиваль современного музыкального искусства, включающий в себя разные мероприятия от концертов до образовательных мастер-классов. Толщина льда на реке Печора в районе Наринмара составляет 15 сантиметров. В соответствии с постановлением городской администрации, выход на лёд гражданам разрешен по достижению безопасной толщины ледового покрова в 10 сантиметров. Движение снегоходной и снегоболтоходной техники разрешается при достижении толщины ледового покрова более 16 сантиметров. Но всегда существуют места, где лёд менее прочный и безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лёд виден и не покрыт снегом. На сегодняшний день на территории НАО действует запрет о выходе и выезде на лёд. До установления безопасной толщины льда не менее 10 сантиметров. По официальным данным ОГМС, замер льда проводился только на городецком шару. Толщина составляет 15 сантиметров. Сейчас выпало большое количество осадков в виде снега, который скрыл опасные места на льду. Это промоины, полыни. Во избежание несчастных случаев просим воздержаться от поездок на транспортных средствах по льду. Не подвергайте свою и жизнь близких опасности. Сотрудники ГИМС совместно с Дорожной инспекцией проводят ежедневное патрулирование береговой линии для проведения профилактических бесед и выявления нарушителей, выезжающих на лёд на транспортных средствах. Напомню, выезд на лёд опасен всегда даже суровой зимой. Водоём не автотрасса, он не предназначен для движения автомобилей. Выезд на лёд возможен только по специально оборудованным переправам. На сегодняшний день в регионе их пока нет. 16 ноября во всём мире отмечают День рукоделия. С тех пор, как аксессуары ручной работы стали популярны, мастерицы, проживающие в разных уголках мира, с удовольствием отмечают этот праздник созданием нового шедевра. О том, как становятся искусными рукодельницами, расскажем в следующем материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Стежок за стежком. Умелыми руками из-под иглы швейной машинки выходит очередной шедевр. Татьяна Порошкина уже и не помнит, когда начала заниматься рукоделием. Настолько творческий процесс увлёк. Самое первое творчество было моей брошки из кожи, потому что раньше не было фетра. И я решила использовать кожу от сапог изношенных. Таким методом собирала по всему Наринмару. Мастерица начала творить с изготовления брошек. Далее в ход пошли различные сувениры от тапочек до валенок. Следом сухарницы и клубницы. А вот самым долгим и любимым делом стало изготовление развивающих книжек для детей из фетра. Я стала залезать в интернет, посмотрела, полистала. И тоже не очень впечатлила. Думаю, дай-ка я попробую сама первую книжку для Ярослава сшить. Фетр, конечно, был отвратительный, потому что я не знала, что это такое, как это делается. Я все из своей головы, потому что все остальные фетры идут к корейскому производству. Их можно даже в машинке стирать. А здесь у меня, видите, все странички у меня уже шли не с фетра, а из ситца, сатина и прочее. Вот такого плана. Но эти книжки все развивающиеся для мелкой моторики. Идея книг и вдохновения приходит во сне. Татьяна зарисовывает все увиденное, а потом уже ищет материалы для изготовления. Иногда мастерица находит вдохновение в детских книгах. Очень много листаю в магазинах, захожу и листаю разукрашек детских книг. В библиотеку захожу. Вот, например, вот эту книгу «Сказка-репка». Мне пришлось девочкам в детскую библиотеку пойти, так как у меня внуки живут не со мной, и у меня детских книг нет. А мне нужно было посмотреть, что и что и как. И пошла, где-то зарисовывала, где-то фотографировала. Изготавливается каждая книга не менее трех недель. Ежедневно после работы Татьяна Аркадьевна уделяет время творческому процессу. Книги мастерицы облетели весь свет. Готовые экземпляры на заказ отправлялись в Финляндию, Армению, а также в различные регионы России. И всем этим, что я делаю, я, во-первых, восстанавливаюсь морально и физически. Я еще, помимо этого, я пишу стихи. Так что, творчество, естественно, дает прилив сил. Уже некогда там расхолаживаться и думать о каких-то болячках и прочее. Напомню, 16 ноября отмечается Всемирный день рукоделия. Мастера показывают свои изделия ручной работы. Проходят выставки и ярмарки. К сожалению, из-за пандемии коронавируса в настоящий момент проведение таких массовых мероприятий на время приостановлено. Наталья Дуркина, Антон Вдряков, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Добрая аптека.